Автобусы, троллейбусы, маршрутки, такси или личное авто. Каждый волен сам выбирать, как ему удобнее добираться из пункта А в пункт Б. Основной пассажиропоток приходится на автобусы и троллейбусы, но часто жители Могилёва ждут именно маршрутку, чтобы добраться до пункта назначения комфортно и быстро. Здравствуйте, вы, наверное, маршрутку ждёте, да? Маршрутку. А какой номер ждёт? Тройку. А хорошо ходит? Хорошо. 34-й хорошо ходит. А какой плохо? Какой плохо? 12-й вот редко ходит в мой район. Калончик всегда дают? Дают, да, всегда. А стоячих людей берут? Ну, если очень надо ехать, что делать, опаздываешь. А маршрутки всё у нас хорошие? Некоторые, честно сказать, оставляют желать лучшего. Ну, хотя бы тогда сделали стоимость поменьше. Среди неудобств некоторые пассажиры называли неприятный запах топлива, сквозняки и даже заливание дождём. Но вот посчитать это причиной для более низкой цены за проезд может только перевозчик. Ну, здесь всё зависит, будем так сказать, на совести самого перевозчика. Конечно, на каждом маршруте цены не разнятся. Кто-то и у кого-то эта маршрутная сеть пролегает чисто только по городской линии маршрута. Кто-то должен выезжать согласно паспорту маршрута и выезжать за пределы города Могилёва. Качественные услуги маршрутных такси – это и регулярное движение. И если на Первомайской или на проспекте Мира уехать на чём-нибудь можно в течение пяти минут, то в отдалённых районах маршрутки ходят не так часто. Узнать, когда приедет нужный именно вам автобус или троллейбус, можно, посмотрев расписание. На остановочных пунктах есть специальные информационные таблички. А ещё автобусы и троллейбусы оборудованы навигаторами. За их передвижением можно следить в режиме реального времени собственного смартфона. А вот маршруток нет ни в расписании, ни на карте. Хотелось бы, да. Просто будет дисциплинировать, наверное, даже самих водителей. Можно подрасчитать время, когда можно быть на остановке. То есть навигация нам нужна на маршрутках, да? Нужна, нужна. Я пользуюсь навигацией автобусы, троллейбусы. Но сами перевозчики и индивидуальные предприниматели считают, что необходимости в навигаторах нету. И мы придерживаемся чётко каждой секунде, минуте графика, если там не случилось какое-нибудь ЧП на дорогах. И если у меня машина поломалась, я могу позвонить оператору и сказать, Машина, от этого пассажиры не страдают, потому что машина следующая, мы сдвигаемся. Если человек работает на маршрутке, ну, в принципе, занимается этим бизнесом, да, ему же надо заработать, а не дать кому-то отчёт, работал он сегодня или не работает. Деятельность маршрутных такси контролирует государственное предприятие Могилёвский городской центр развития малого предпринимательства. Оператор уверен, установка навигаторов будет не только контролировать недобросовестных водителей, но и поможет самим перевозчикам избежать порой необоснованных жалоб от пассажиров. Таким образом, перевозчиков, будем так говорить, не обижать этими жалобами. Ох, конкретно, обоснованно, ответ дать, например, жалобе той или иной, что данное маршрутное такси было в таком-то промежутке времени на маршруте. Но так как оно маршрутное такси, оно может, например, если переполнено, просто на остановке не остановиться, а поехать – всё. В Могилёве 28 маршрутов. Каждый день их обслуживают 450 машин. Чтобы пассажирам было удобно, некоторые прокладывают до близлежащих деревень. Одно из новых направлений – маршрутка 36Т, которая отправляется от остановки «Парк-Сити» в Малую Баруку. По просьбам пассажиров и перевозчиков иногда маршруты меняются. Единица, например, теперь ездит чуть дальше до конца улицы Жепужиной. Восьмёрка заезжает в деревню Калевая. Схемы движения поменяли 16 и 34.